Всем привет, друзья! Вы на канале AlexDenPro, с вами Pro, и это выживание в бутылке. В общем, что я тут сделал? Я тут усилил ферму деревьев, теперь у меня тут их очень много. Сделал вот такие вот курочки. Ну, нет, курочки бегают. Ну, я думаю, что вы догадались, что я уже побывал вон в тех бутылках. Сделал портал в ад. Ну как, не готовый. Нам больше надо пойти в деревню, чтобы взять там кремень и активировать его с помощью огни. Сделал тут источник воды. Куда-дверь поставил. Ферму пшеницы. Ферму сахарного красника. Достроился до всяких бутылок. Ну, а именно, да, коровьи бутылки. И, да, этой бутылки с куроком. А-а-а... И сейчас мы начнем строиться к остальным бутылкам. Для этого нам понадобится побольше булыжника. И что я узнал? То, что если использовать полублоки, то так будет экономнее. То есть, если вот так вот делать, то смотрите. Мы потратили три булыжника и получаем шесть булыжной плиты. Как экономно, да, получается? Ну, тут вот я сделала лестницу, чтобы можно было выходить сюда вот на крышу. Люки тут поставил. И вот сюда вот я еще сделал лестницу в пробку. Сундук я сделал двойной. Тут ничего не поменялось. Все еще эти вещи. Ну, и все. Больше я как бы ничего не делал. Ну, только в шахте тут порылся. Вот, дошел уже до этого спавнера. Туда мы уже пойдем потом. А сейчас нам надо построиться, например, ну, до вот той бутылки. Если нажимать клавишу shift, то мы, типа, приседаем, и тогда мы не сможем свалиться. Тут полублоком, наверное, вот я сейчас это и буду делать. Так, экономнее. Ну, и ватскую бутылку еще, думаю, сходим. Уже в следующей серии. Потому что, как бы я там уже коровок размножил, одну даже убил, кожа выпала в кое-возине. Поэтому мне осталось добыть только один псидиан. И я уже сделаю себе зачаровалку. И зачарую там какие-то вещи. Возможно, пирку и броню. Ну, или мечтам. Ну, что будет там заговор огня или острота. Или резящий клинок. Так, и там еще и рядом находится бутылка с песком. Мы туда тоже обязательно сходим. Пчаная бутылка. Там есть, в общем, песок. Значит, то, что мы можем сделать ферму кактусов. Сколько там есть еще и кактусы. О, дождик прошел. Наконец-то. Почему я ставлю флотблоки сверху? Да, я знаю, что если их ставить снизу, то мобы не будут появляться. Но также они не будут появляться, если будут факела. То есть тут я поставлю факелы, и они не будут появляться. И тогда ночью я тут смогу спокойно бегать. Просто если я поставлю вниз, то как бы факела уже, скорее всего, и не поставятся. Если полублок будет на нижнем уровне. И тогда ночью я не буду как бы видеть этот мост. И не смогу тогда тут бегать. Ну, бегать я тут, конечно же, смогу. Но тогда я буду постоянно падать. Нам тут осталось до этой бутылки совсем немного. У меня еще 30 полублоков есть, думаю, этого хватит. Даже если этого не хватит, то я могу там пойти сейчас себе домой и наколотить еще. У меня же есть еще стак простого булыжника. Для чего мне нужна ферма кактусов? Ну, как бы я сам не знаю. Наверное, для зеленого красителя. Ну, или для ловушек всяких. Вроде фермы мобов. Так, мы уже совсем-совсем близко. И получается то, что мне хватило моих 30 полублоков. Там у нас сразу же есть уже и ель. А как я знаю, то что из ели сразу же много дуба появляется. Ой, не ель, не дуба, а древесины. Если она вырастет. Там просто маленькая бутылочка. А вот если взять мою большую бутылку, то там, конечно же, будет не такая вот ель, а побольше. Поэтому, если я вырублю, там мне выпадет хотя бы один росточек, то это уже хорошо. Потому что вот с одним росточком все, проблема дерева решена. Так, надо ставить полублоки сверху. Тут вот мы сейчас сделаем платформочку, как я обычно делаю. На всех бутылках так. Ну и будем уже пробираться в эту новую бутылку. Кстати, еще вон в той моей бутылке я там еще нашел губку. Да, в шахте я там нашел губку. Выполнилось уже одно задание. Платик, а сейчас я там возьму мой топорчик. О, курицы уже выросли, наконец-то. Можно уже переходить на нормальную пищу. Так, сейчас я сюда сброшу все, что мне не нужно. И накалачу еще полублоков. Потому что мне что-то надо еще на зимний биом добраться. Так, взять мне надо сейчас топор. Ну и срубить эту ель. И полублоки еще мне сейчас нужны. Также, если нажимать клавишу shift, то вот смотрите, я вот нажал клавишу shift, и я сейчас просто один раз беру, и все. Сразу же все полублоки, на все мои ресурсы появились полублоки. Лишние два булыжника я сейчас уберу. Ну и пойдем уже за этой елью. Тут уже выросла пшеница. Сколько тут? Да и пшеницы. Нормально, нормально. Чтобы одну коровку или овечку получить, хватит двух пшениц. Нет, их уже шесть. Кстати, давайте-ка мы тут уже сделаем хлебушек, потому что нам уже все-таки надо чем-то питаться. А поскольку это выживание в бутылке, а не обычный Майнкрафт, тут этих животных не так уж прям, чтобы и много. Поэтому надо ждать. Пока они вырастут, пока вырастет пшеница, чтобы их размножить. Тут еще один полублок я не подобрал. Ну и вот наша ель. Видите, открыты новые рецепты. Там одна не упала. Вот. Давайте посмотрим, какой тут будет свет. Так нормально, нормально. Сейчас мы попытаемся хотя бы один росточек выбить. И сразу же посадим новую. Ну, тут мы, конечно же, ее и посадим, потому что тут зимний бьем. И да, уже какое везение. У меня выпал уже этот росток. Все, проблема с деревом решена. Посадим тут сейчас второй. И пойдем в ту бутылку. Там есть еще одна бутылка, как я вижу. Таинственная бутылка называется. Замшелом кампус. Ну, потом уже мы к ней построимся. Сейчас мы этого делать не будем. И что это за интересная бутылка? Смотрите, вот она сама бутылка там. А вот это получается то, что ее пробка. Да, уже есть вторая губка. Ну, какое это везение. У меня уже две губки есть. Так что, ачивка эта выполнится очень скоро. Лучше я тогда сделаю просто вот так вот. Так удобнее. Интересно, что в этой пробке? Ну, как я вижу, там ничто не может поместиться. Кроме одинарного сундука. Поэтому мы туда обязательно сходим. Добудем тому немного песка. Ну, и у нас уже получается будет побольше стекла. Стекло это очень хорошо, поскольку... Ну, вы спросите у меня, где я взял то стекло, которое у меня там в доме. Ну, там был этот тростник. Там было немного песчаника и песка. Песок там был вместо земли, где рос этот тростник. Ну, значит, надо, получается, вот тут прямую линию сделать. Потом еще вот так вот. И факелы еще надо будет, получается, взять. Этот пупыренько мы сбегаем за факелами. О, курица яйца начали нести, наконец-то. Так, ничего не выпало. Сейчас мы сюда сбросим губку. Возьмем лопату, потому что все-таки мы будем еще песок копать. И где-то у меня. Немного возьмем угля. Палки сейчас сделаем из березы. И факела. Целый стак получился и четыре. Так нормально. Так, ну, думаю, я возьму только стак. Больше же мне не надо. Ну, и пока что я играю на мирном. Пока балбес еще не пришел. Когда придет балбес, мы сразу же поставим на сложную. И все уже. Будем всяких там мобов убивать. Сделаем ферму мобов обязательно. Как я забыл, можно же еще так делать. Ой. А, ну, получается, что я сейчас буду ставить полублоки, так что так будет неудобно. Так и сразу же и устрачиваю все свои факела. Алмазная лопата у меня тут немножко потраченная. Я ей пользовался, когда нам подравнивал бутылку. И эту же землю я использовал на ферму тростника и пшеницы. Мы уже совсем близко. Давайте тут поставим факелы. Чтобы нам было все видно. В общем, и на шифте вообще невозможно упасть. Если даже нажать и зажать, то так упасть невозможно. Если на шифте быть. Потому что вот, смотрите. И... Я же не падаю. Спокойно такой нажимаю. Так, мне осталось совсем немного. И мне хватило моих полублоков. Лучше давайте уберем этот факел, поставим его вот тут вот. И добудем еще песка. Ну, песок нужен не только для стекла, а еще и для песчаника. Песчаник это тоже такой хороший кирпичик. Хорошим тем, что как бы... Из него можно там домик построить. Ну, использовать в качестве строительства. Ну, или... Всяких там построек. Вот видите, там наше солнышко. Ставим тут факел. Как я помню, в той бутылке вроде бы как должны быть спаунеры мобов. Их там должно быть очень много. Наполовину бутылки вроде бы как одних мобов. На другую половинку спаунеры других мобов. По-моему, это скелеты и зомби. Самые простые мобы. Их убить вообще очень просто. Тем, что если я сейчас сделаю щит, то... Аж прям очень просто их убить, этого скелета. А именно, можно к нему подойти поближе и поставить щит на блок. Тогда получается то, что... вот стрелы будут отскакивать. А если так еще и поближе подойти, то получается так, что скелет вообще сам себя убивает. И вот она. Это бутылка с песком. Ну, в ту тайную комнату мы пойдем уже в следующей серии. Потому что все же опасно, опасно. Мы можем просто упасть. Осталось совсем немного. Ну, тут немного снизу факела поставим. Все же я их аж на два уровня вниз поставил, и поэтому я еще могу поставить там факелы. Давайте сделаем платформу. Как обычно. И зайдем уже в эту бутылку. Добудем сразу же факелы. Добудем. Добудем этот кактус. И песок. Песка тут очень много. Вау, тут песчаник. Прям как настоящий мир. Сначала идет песок, чуть ниже уже песчаник. Губка! Уже третья! Ну, как это круто! За две серии уже успели три губки собрать. Интересно, а зачем тут бедрок? Вау, из кустиков, оказывается, палочки выпадают. Я и не знал. Это как-то круто. Добудем где-то, ну, не знаю, кустак этого песка. Поставим в печку на переплавку. Ну, все, добыл я тут уже стак песка. Пора уже идти назад. Так, где тут у меня проход назад? Ого! Как ждут много. У меня практически блоков нету. Ладно, использую тогда я тут еловые доски. Ну, что-то, какая тут хитрость. Интересно, я так могу сделать? Крут тут же идет. Ямка. Формочка тут. И вот он, мой дом. Тут уже, даже яйца есть. Все куру уже выросли. Сейчас я положу свой песок в печку. Ну, что ж, друзья, на этом пора заканчивать. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. Ну, что ж, всем удачи. Всем пока.